Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий Персик. Сегодня мы будем готовить невероятно вкусные блюда из остатков обычного лаваша. Не знаю, пробовали ли вы начисы, которые продаются в кинотеатрах или в магазинах. Мы пробовали. Они, конечно, вкусные, но стоят очень дорого. Эти чипсы из лаваша получаются один в один, как магазинные начисы, и делать их быстро, просто и недорого. Нам понадобится тонкий лаваш, обычное растительное масло, соль, прованские травы и красный молотый перец или паприка. Берем лаваш, открываем его, достаем из упаковки. Лучше всего заранее это не делать, иначе он засухнет. И нарезаем на произвольные кусочки. Можно резать на треугольники, на квадратики, так как вам больше нравится. Также эти чипсы можно приготовить из остатков лаваша, который у вас остался от приготовления каких-то других блюд. Ну, например, вы делали завтрак из лаваша на сковороде, вырезали из него кружочки, и обрезки у вас остались, как раз они отлично подойдут для чипсов. Такое себе безотходное производство, или, как сейчас модно говорить, ноль отходов. Все идет в дело, почему бы и нет. Теперь берем обычный полиэтиленовый пакет, главное, чтобы он был без дырочек. Складываем туда наш нарезанный лаваш, высыпаем паприку, соль и добавляем растительное масло. Да, и, конечно же, прованские травы. Вообще, вы здесь можете экспериментировать со специями и добавлять те, которые вам больше нравятся. Можно даже кетчуп добавить или томатную пасту. Теперь просто завязываем пакет и хорошенько его встряхиваем. Именно поэтому важно, чтобы пакет был не дырявый, целый и хороший, иначе масло со специями у вас разлетится просто по всей кухне, и вы замучитесь потом кухню отмывать. Кстати, очень удобно брать плотные пакеты для заморозки зип-замком. Теперь берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и вытряхиваем наш лаваш. Хорошенько распределяем руками равномерно, чтобы все кусочки у нас одинаково пропеклись. Убираем лаваш в разогретую духовку и готовим при 160 градусах примерно 10-12 минут до румяной корочки. Чипсы получаются тонкие, хрустящие и очень вкусные. Посмотрите сами. Приготовьте, обязательно напишите в комментариях, как вам рецепт. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.